Зои Бризби. Не суди по оперению. Читает Екатерина Феневич. Нам. Хик Эт Нунг. Здесь и сейчас. Латынь. Глава первая. PortageVitur.com. Французский сайт поиска попутчиков поездки на машине. Профиль. Имя Алекс. Возраст 25. Машина марка модели год. Рено Твинго 2002. Число пассажиров транспортного средства, включая водителя – 2. Пункт назначения – Брюссель. Маршрут спланирован? Да. Размер багажа маленький. Курение в салоне? Вопрос. Алекс раздумывал. Разрешить курить в машине или нет? Если он поставит «нет», часть клиентов отпадет. С другой стороны, если поставить «да», то он рискует получить попутчика, который курит как паровоз. К чему стоит прислушаться – к кошельку или к легким? Неудобно будет смотреть на дорогу сквозь облако дыма, застилающее всю внутренность машины. Однозначно лучше поставить «нет». Вопрос безопасности. С другой стороны, исключить курильщиков – это дискриминация. Будучи юным бунтовщиком, он чувствовал себя обязанным отказаться от грубого насилия, которое подвергло бы их астракизму. Сперва курильщики. А кто следующий? Нет уж. Лучше поставить «да». Курение в салоне? Да. Животные в салоне? Вопрос. Он первый раз искал попутчиков, и одна только анкета взрывала ему мозг. Вопреки наставлениям сайта, он решил ввязаться в это дело скорее из финансовых соображений, а не ради приятного общения и защиты природы нашей планеты. Сокращение углеродного следа, конечно, вещь важная, но кому охота ради этого терпеть курилку, дымящего без перерыва? Выходит, ему. А теперь еще вопрос про животных. Он их любил, и это не должно было вызывать проблем. Но у Алекса все в жизни вызывало проблемы. Депрессия. Слово обрушилось на него как топор в кабинете врача с изможденным лицом, не выражавшим никакой эмпатии. «Это опасно?» – равнодушно спросил Алекс. «Сейчас у всех депрессия. Стало быть, не опасно?» Я этого не говорил. Врач устало вздохнул и процитировал ему Видаль. «Депрессия – это болезнь. Она может быть как переходящей, так и хронической. Последствия депрессии разнообразны. От простой усталости до самоубийства». «Самоубийство? Да, в тяжелых случаях. А мой случай тяжелый? Вам хочется умереть?» Алекс на секунду задумался. Он никогда не размышлял о том, чтобы умереть. Однако такая мысль его не пугала. Это был бы конец его мучениям. Он не будет чувствовать утомление, просыпаясь утром, и испытывает сожаление, ложась вечером спать. «Ммм, значит, ваш случай не самый тяжелый. Максимум средней тяжести». Врач взял бланки рецептов и продолжил. «Я вам выпишу антидепрессанты. Никакого вреда, но не удивляйтесь, если поначалу будете ощущать сонливость. Возможно, также запоры, иногда рвота, головные боли. Увидите сами, очень скоро вы будете себя чувствовать гораздо лучше». Он протянул рецепт Алексу. Поскольку тот молчал, врач добавил. «Советую вам пойти к психотерапевту. Побольше гулять. Выходите, пожалуйста». «Вы хотите сказать, мне надо чаще куда-то ходить? Я хочу сказать, что вам надо выйти из кабинета. Следующие пациенты ждут приема. Но почаще куда-нибудь ходить тоже хорошо». Тогда Алекс решил поехать в Брюссель. Родителям он ни за что не признается, почему именно в Брюссель. Из интернета он узнал, что Алис Лаферти живет там. Конечно, это ужасно глупо. Если это и правда, она про него даже не помнит. Если это и правда, она превратилась в уродку, и девчушка с каштановыми кудрями, с которой он общался в школе, навсегда исчезла. Если это и правда, она его просто не узнает. Если это и правда, он даже не станет с ней встречаться. Но этого хватило, чтобы он решился. Чтобы сработал спусковой крючок, который позволит ему очнуться от литургии. Потому-то он и заполнял сегодня ту дурацкую анкету на сервисе поиска попутчиков. У него было впечатление, что он зашел на Метик, французский сайт знакомств. Или пришел на собеседование, что, собственно, одно и то же. Разрешить ехать животными? Почему бы и нет? Но что, если попутчик окажется каким-нибудь панком с огромным псом? Или готом с Фредкой на плече? Эти Фредки отвратительно пахнут. Хватит того, что он согласился на злостных курильщиков. Терпеть еще и грызунов он не намерен. Животные в салоне. Только маленькие собаки и кошки. Увлечения не меньше трех. Вопрос. Дело усложнялось. Травяные чаи? Одногорбые верблюды? Сол? Нет, этого он не может написать. Все догадаются, что внутри него скрывается старик. Алекс всегда чувствовал себя старше, чем был на самом деле. Как будто в роддоме ошиблись и выдали его маме младенца гораздо более взрослого. И он навсегда сохранил эту разницу в возрасте со своими сверстниками. Лишь бы вытерпеть долгую поездку с незнакомым человеком. Пусть и девушкой. С девушками, конечно, поприятнее. Но, впрочем, Бог его знает. А ведь не такой он уж и пессимист для страдающего депрессии. Увлечения не меньше трех. Музей, путешествия, книги. Прочтя это, мужчины воздержатся от поездки с ним. Возможно, у него появится шанс встретить прекрасную незнакомку. Они тут же найдут общий язык, и встреча положит начало большой любви, о которой они потом будут рассказывать на Рождество своим внукам. А, возможно, это окажется выпендрежная дурнушка. Тут он всегда сможет прикинуться глухонемым или напрямик сказать ей, что у него депрессия. Депрессивные отпугивают людей. Те боятся, что сейчас их начнут грузить проблемами. Скрестив пальцы, он нажал «Отправить». Глава вторая. Портаж вайтур.ком. Профиль. Имя Макс. Возраст. Не ваше дело. Пункт назначения. Брюссель. Путешествуете с животными? Нет. Курите? Нет. Увлечения не меньше трех. Механика, виски, тур де Франс. Заполнив свой профиль, Максин полистала профили остальных пользователей портаж вайтур.ком. Была там одна девица, ехавшая в Брюссель, Алекс. Ну какая же зануда! Увлечения? Музеи, путешествия, книги. Ну, по крайней мере, ей не потребуется снотворное, чтобы спать в дороге. Максин обязательно нужно было поехать в Брюссель, а туда никто больше не отправлялся. И она согласилась, рассудив, что придется потерпеть не так уж долго, чтобы исполнить свою миссию. Заполнила до конца анкету, отправила заявку, оплатила и оставила свой адрес, чтобы зануда за ней заехала. Та указала, что ей достаточно было сообщить, в каком месте забрать пассажира. Хотя бы любезно это, Алекс. Наверное, одна из тех дурочек, что уступают ей место в автобусе или предлагают перевезти через дорогу. Максим была старой, но не дряхлой старухой. Пока что. В Брюссель она отправлялась не от большой радости, тем более как попутчица. Конечно, она бы предпочла воспользоваться роскошным лимузином с черным красавцем-шофером, как в фильме «Шофер мисс Дейзи». Во время поездки между ними завязалась бы крепкая дружба. Она бы не поскупилась на советы, как ему наладить жизнь, из тех, что дают собственному сыну. А он бы ее поблагодарил, сказав, что будет помнить до самой смерти. Она навсегда останется для него дамой из лимузина, той, кто перевернул всю его жизнь. Он оставит ремесло шофера, чтобы изучать право, и станет лучшим адвокатом планеты. Будет защищать тех, у кого нет на это средств, бедных и ни в чем не повинных. И все это благодаря встрече с дамой из лимузина. Ну что ж, пока ей придется довольствоваться обществом девицы, достойной во всех отношениях. Она уже прекрасно себе представляла эту самую Алекс. Выпирающие зубы, бифокальные очки на носу, возможно, залатанные посередине скотчем. Бледная, как смерть из-за постоянного сидения в библиотеках. Сальные волосы. Может, благодаря своим советам Максим удастся изменить и ее жизнь. Алекс будет обращать внимание на себя, мыть голову, лучше одеваться, вставит линзы, станет топ-моделью, за которой будут охотиться все агентства. И все это благодаря даме-попутчице. Приятно было думать, что она еще может для чего-то сгодиться, хотя бы на несколько часов. Мысль о том, что она все же оставит свой след на этой огромной земле, проливала бальзам на душу Макс. Это Алекс станет последней, с кем она сможет по-настоящему вести беседы. Конечно, в Брюсселе она будет беседовать с врачами, но это совсем другое. Они ведь видят смертельно больных стариков каждый день. Таковы их будни. Никаких привязанностей, отношений, сочувствия. Тогда как для Максин эвтаназия – выстраданное решение. Глава третья Алекс приехал по адресу, который указал Макс. При таком имени, интересу к виске, механике и тур де Франс придется терпеть не курилку, а автослесаря, который станет его грузить всю дорогу разговорами про двигатели, приводные ремни, тормозные колодки и карбюраторы. Оказавшись на месте, он остолбенел. А затем его осенило. Ну, разумеется, ему подложили свинью. Его просто разыграли. С чего бы кому-то захотелось ехать вместе с ним? Он припарковался к тротуару и снова прочитал золоченую табличку на здании. Дом престарелых басижур. Место жительства и отдыха пенсионеров, больных и страдающих зависимостью. Вся программа тут. Он сам нуждался в отдыхе, но в подобной тюряге не протянул бы и дня. Мы как будто слишком сильно боимся стариков, безжалостно напоминающих нам, какими мы окажемся в будущем, и потому решили их упрятать подальше. Мы не хотим их видеть. Мы заперли их на ключ, время от времени посылаем букетик цветов для очистки совести. Ну да, ему-то наплевать, что за болезни, грусть и одиночество готовят ему старость. Он уже сейчас в депрессии. Тут, заскрипев, приоткрылась калитка в кованой ограде, окружавшей заведение. Дверные петли едва держались, и Алекс уже готовился увидеть семейку Адамс. Но вместо мартиш и кузена Ита появилась небольшого роста дама, покрытая морщинами так же щедро, как калитка ржавчиной. Ее волосы были безупречно уложены и чудесным образом сохраняли укладку, несмотря на ветер. На ней был жилет, точнее кардиган, как выражалось ее поколение, цвета лаванды в тон черной юбки, пристойно закрывавшей колени. Нитка жемчуга облегала шею и придавала даме вид прихожанки, собравшейся на мессу. Ее ручки, покрытые пигментными пятнами, вцепились в чемодан, судя по виду, переживший Вторую мировую. Множество наклеек свидетельствовало о том, что он побывал не в одном путешествии. Рим, Нью-Йорк, Сидней. Алекс опустил стекло. Простите, мадам, это точно улица генерала Деголя, 48? Дама, видимо, слегка удивилась и отставила чемодан. Увидев круги под глазами молодого человека, она подумала, что он не иначе, как наркоман. У курок, готовый на все ради дозы, например, прихлопнуть старушку вроде нее. Но выхода у нее не было, да и терять было нечего. А кроме того, что-то во взгляде наркомана ее тронуло. Какое-то невероятное одиночество и безысходность. Казалось, у него внутри все обрушилось, и осталась лишь пустая непрекаянная оболочка, ищущая равновесие. Ей стало жаль его. «Да, дорогой, это здесь». А, спасибо. Алекс поднял стекло. Он был вне себя от возмущения. Его надули. Он чувствовал, что его предал человек, с которым он даже не был знаком. С ним сыграли злую шутку, дав адрес дома престарелых. А он, как полный идиот, попался в эту ловушку. Максим взглянула на часы. Трехминутное опоздание. Вот чего она не выносила. Это Алекс опаздывала. Что толку говорить, что любишь литературу? Восемь часов, доктор Швейцер. Восемь. А не восемь ноль три. Еще больше ее раздражало то, что парень все сидел в машине с видом человека, размышлявшего повеситься ему или застрелиться. Она задумалась, а потом решила, что раз уж этому бедолаге осталось жить так мало, она ничем не рискует, попытавшись ему помочь. А вдруг ей удастся отвратить его от наркотиков и направить на путь истинный? Он станет врачом, специалистом по дезинтоксикации, благодаря судьбоносной встрече с дамой с чемоданом. Она неспеша подошла к машине. Совсем медленно, чтобы его не напугать. Это напомнило ей сафари, когда она охотилась вместе с Махараджи в шестидесятые годы. Надо было идти на полусогнутых ногах, чтобы показать животному, что ты признаешь его превосходство и не намерен напасть. «Я могу вам чем-то помочь, молодой человек?» Наркоман, казалось, удивился. Она вывела его из оцепенения. Он сказал ей что-то, что она не поняла, так как окно было закрыто. Она жестом показала ему, что окно надо открыть, покрутив рукой, как это делают люди, ездившие в машине до того, как появилось автоматическое управление стеклами. Возможно, парень ее не поймет. Но нет. Он нажал на какую-то кнопку, и стекло стало опускаться. Я жду одного человека. «Я тоже». «Ах, вот как?» «Ну да. И нечего так удивляться, это оскорбительно. Если мне шестьдесят лет, это не значит, что мне не с кем пообщаться». Алекс поднял брови. Она продолжила. «Ну, ладно, семьдесят». Он скорчил полную сомнение мину, а затем оглядел ее с ног до головы. «Ну, возможно, восемьдесят». Он промолчал. «Окей, восемьдесят с небольшим, но в глубине души я чувствую себя молодой, как в пятьдесят». Мне казалось, что люди среднего возраста должны сообщать о нем с гордостью. «Ну, разумеется, я вот-вот приглашу книгу рекордов Гиннесса удостовериться, до какой степени я стара». Повисла неловкая пауза, которую старая дева решила прервать. Ей никогда не нравились такие паузы. «Не выношу, когда люди опаздывают». «Точность, вежливость королей». «Ну и кто же из нас старый?» «Почему вы так говорите?» «Потому что я не слышала этого выражения с того момента, как Рузвельт его произнес во время Ялтинской конференции». «Вы слишком молоды, чтобы присутствовать на Ялтинской конференции». Щеки дамы покраснели. «О, как это мило! Ведь если вам 90 лет, это значит, что вы родились примерно в 1926 году. Значит, в 1945, когда проходила Ялтинская конференция, вам не было и 20». Максим была поражена рассудительностью молодого человека. Судя по всему, наркотики разрушили еще не все нейронные связи. Хорошая новость. Так у нее больше шансов сделать из него отличного врача. Я сказала 80 с небольшим. После определенного момента считать перестаешь. А дни рождения больше похожи на обратный отчет, чем на праздник. Впрочем, в доме престарелых пироги становятся редкостью. Их скорее принимаешь за розыгрыш старухи с косой, намекающие, что скоро она придет и за тобой. Вот уж кто любит полакомиться. Но вы правы. Кое-кому из стариков все еще нравится справлять день рождения. Им кажется, что они супергерои. Я, правда, никогда не видела, чтобы Супермен терял вставную челюсть и носил подгузники лучше, чем Марти Шуберц. А кто такой Марти Шуберц? Мой сосед по комнате. И могу вам сказать, что это не слишком приятно видеть, как, впрочем, и нюхать. Вот поэтому-то я и не люблю дом престарелых. Там одни старики. Это угнетает. Я всегда плохо ладила со стариками. И вообще вы же молоды, как в 60. В 50. Ну, вы меня поняли. Они улыбнулись друг другу. Алекс посмотрел на часы. Что ж, мне придется вас покинуть. Тот, с кем я должен был встретиться, меня надул. Максим посмотрела направо, потом налево. Никого. Кажется, меня тоже надули. Субтитры подогнали.